У нас было на дону, эх, на дону, на дону, на дону, на дону, на дону, на дону, на дону. На еженедельную репетицию в Одинцовскую детскую музыкальную школу участники академического хора ветеранов Лира бегут как на праздник. Здесь они забывают о годах и мелких неурядицах и полностью погружаются в волшебство музыки. И вновь, как стар, давая всем привет, На пласть всегда подтянутый, выходим офицер. Армейский он, стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу. Алла Римашевская всю жизнь посвятила педагогической деятельности. Музыку любила с детства и, когда вышла на пенсию, сразу записалась в хор. Здесь она поет классические военные, народные и патриотические песни уже более 20 лет. Занятия, которые придают бодрости и прибавляют сил, заслуга педагогов, признается женщина. У нас такие преподаватели, ну просто, ну клад, я думаю других таких нет. Елена Михайловна, Светочка Юрьевна, такая прелесть. Когда мы приходим в это, и скользко на улице, она говорит, я не думала, что у вас только придет. А я говорю, Светлана Юрьевна, мы к вам бегом бегаем, а не просто идем. Но нам здесь очень нравится. От того, что позитива набираемся на целую неделю. Хор ветеранов войны и труда Одинцовского муниципального района был создан в 1997 году на базе Центра народного творчества «Юность». Вначале певческий коллектив насчитывал всего 15 человек, сейчас уже более 30. У самых истоков стоят бессменные руководители певцов почетного возраста. Концертмейстер Елена Овчинникова и хормейстер Светлана Виноградова. Сначала, конечно, я очень боялась, потому что люди гораздо старше меня. Я была тогда совсем молодым, начинающим педагогом, начинающим дирижером. И работать с людьми старшего поколения было, конечно, волнительно. Это уже сейчас мы стали родными, привыкли друг к другу, они меня воспринимают, принимают. Сегодня в вокальном репертуаре хора ветеранов более 25 произведений разной жанровой направленности, которые певцы поют исключительно в академической манере. Коллектив регулярно выступает с сольными концертами и не раз становился лауреатом районных и областных конкурсов и фестивалей. Много очень ездили. Сейчас уже меньше в связи с пандемией, с этими обстоятельствами. Но объездили, в всяком случае, всю московскую область. Всегда ехали с песнями, возвращались. Мы со Светланой Юрьевной уже никакие, а они продолжают петь. В хор ветеранов Лира принимают всех желающих старшего поколения, независимо от музыкальных данных. Сегодня в коллективе поют преимущественно женщины. Но, к сожалению, мужчин у нас мало. По списку у нас их четверо. Но мужчины у нас, ну, бывают болеют. Сегодня на занятии у нас был только вот один Михаил. То есть мужчин меньше, женщин, конечно, больше. Но это не играет никакой роли для нашего коллектива. Хотя мы ждем мужчин. Приходите к нам. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.